всем привет мои хорошие с вами светлана то и в этом видео я наверно подниму самую актуальную тему для нас для женщин которые вышли во второй замуж третий четвертый раз замуж особенно это касается турецких мужчин замуж за турком жизнь полна непредвиденных обстоятельств и ты живешь и не ожидаешь что может с тобой случиться завтра вроде бы мы с ашкэмом живем хорошо весело все но кому-то это очень не нравится а именно бывшим турецким женам сегодня было прекрасное настроение и вдруг звонок ашкэмом позвонили из полиции и сообщили кое-что неприятно очень новость касается нашей семьи его касается и я позитивный человек но позитиву иногда приходит конец не так ли мы стараемся забыть нашу прошлую жизнь но она никак не получается забыть его прошлой жизни как не уходит с нашей жизни настоящей я немножко расскажу вам никогда не рассказывала о прошлой жизни моего мужа эндера но настало на время поделиться с вами этой тайной и секретом как сказать хотя не люблю возвращаться в прошлое но настал тот момент и слушайте мои хорошие мой муж развелся около десяти лет назад наверное до десяти лет мне даже не интересно это точная дата потому что я это меня не касается это все в прошлом как говорится это было до меня он ушел из семьи сам ушел другой турецкой женщины жил ну обручил ее хотел пожениться но они решили пожить пока в свободных отношениях хотя вся семья знала что скоро они узаконят свои отношения так вот что я хотела вам сказать у этой турецкой женщины было двое детей подростков дочь и сын дочь была младше сын постарше и он постоянно сеял негатив в их семье и не сложились у них ситуация из-за сына и ашкэм ушел поэтому я своих прошлых видео рассказывала что турецкие мужчины женевшись второй третий или четвертый раз смотрят женщина имеет детей каких имеет детей взрослых то они очень осторожно подходят к этому браку ну так вот я рассказала предысторию и сейчас расскажу о том что же произошло сегодня позвонил полицейский и сказал ашкэму что его бывшая жена подала опять жалобу суд на повышение алиментов афака называется турции но моему негодованию нет предела естественно это его сын это его жизнь дети я ничего не имею против но платить бывшей жене всю жизнь ну это просто кошмар какой то он значит у него двое детей дочка уже взрослая он ей не платит алименты осталась жена и сын и какую-то часть своей пенсии он оплачивал ей но ей не хватает когда они развелись а когда мой муж ушел к турецкой женщине он ей выплатил очень огромную сумму и она на эту сумму купила квартиру потом значит она постоянно искала какие-то поводы и требовала у него денег он ей все выплачиваем и в очень большом количестве но если честно я постоянно ждала какой-то подвох от нее потому что когда мы мой муж полтора года был без зарплаты находился дома он естественно не платил алименты и два раза она подавала жалобу в суд первый раз смог заплатить второй раз там за три или за четыре месяца он не платил и пришла полиция и забрала моего ошкилма я была в ужасе потому что на тот момент я не знала что мне делать я была без работы как я буду жить что я буду жить просто забрала полиция мне сказали успокоили оставайтесь дома нужно кое-что разобраться скрыли от меня всю правду и вот забрали моего ошкилма и он звонит мне говорит если я сейчас не заплачу там за три месяца там или за полгода у него была какую-то большую сумму то меня на три месяца оставить здесь так вот мои хорошие да я это пережила мы нашли деньги родители помогли и заплатили ей все так вот она не может успокоиться она может наблюдает за его за нашей настоящей жизнью счастлива что ее муж счастлив но факт тот что эта женщина постоянно работает работает она вместе с братом частное у нее предпринимательство у них есть магазин где она где они там продают разные пряности орехи сладости очень большой магазин и очень хорошо развивается кстати нашем районе квартиру она купила тоже в новостройке в очень хорошем районе и мой муж никогда не посылал там ответный удар там не жаловался что она работает потому что все думал ради блага его детей но пять лет мой муж не видит детей своих она так настроила против него детей что они ни разу не пришли к отцу не поздоровались вообще забыли о его существовании даже дочь два раза встретилась с отцом на улице прямо лицом к лицу и то с подругой начал разговаривать то по телефону мой муж был вообще очень расстроен и я еле его привела в чувство но всегда старалась его успокаивать даже когда мы поженились я предпринимала как бы помирить детей чтобы дети вернулись к отцу общались но он мне сказал ты не лезь я сам разберусь кстати турецкие мужчины не любят когда лезут в их жизнь и не любят когда их учат перевоспитывают поэтому мне посоветовала моя подруга дай бог ей здоровья чтобы я сидела и не рыпалась турецкий мужчина знает свое дело и не надо ему ничего подсказывать вот мои хорошие вот такая вот история у нас и я не знаю что нам делать понимаете как бороться как защититься от бывших турецких жен может вы мне подскажите в комментариях что нам делать в этом случае с ашкэмом да он согласен что он хочет поднять допустим сыну на факу на алименты потому что жизнь экономическая изменилась а в этом но зло берет то что она работает и она скрывает это она работает так тихо у брата своего и прикрывается этим может как-то надо может вы знаете как воздействовать на нее как раскрыть ее как разоблачить потому что она не успокоится над этом она не даст нам спокойно жить я я не причастна в их раздоре в разрыве брака я появилась потом через много-много лет так что у меня убедительная просьба к вам напишите пожалуйста в своих комментариях как мне быть в этой ситуации как не то что мне быть мой муж не хочет чтобы я вмешивалась и я тоже не вмешиваюсь но просто вы мне подскажите советами может как-то отдать адвоката может у вас есть какой-то опыт чтобы выйти как-то с этой ситуации вот я например ему говорю что нужно нанять адвоката и встречный встречную жалобу пасту написать что эта женщина работает чтобы проконтролировали и разоблачили ее потому что у нас же я против детей ничего не имею но почему дети детей она так настроила они не общаются с отцом почему она требует постоянно что-то быть он на нее такие деньги израсходовал обеспечивай всех всем детей и и пожалуйста мои хорошие помогите мне разобраться в этом и может быть это будет уроком и для многих женщин которые вышли замуж за турецких мужчин как защитить себя бывших турецких жен с вами была светлана ата пока пока ставьте лайки пишите комментарии и жду ваших советов подписывайтесь на мой канал со мной вам будет очень интересно с вами была светлана ата